Всем привет-привет! Доброе утро! Солнечного острова Кипр! Добро пожаловать на наш канал! И напомню, зовут меня Катерина. Ариночка и Андрей, доброе утро! Ай, солнце в глаза! Солнце в глаза! Дорогие друзья, у нас 7 суббота, 24 апреля. Сейчас 7 часов утра, мы едем на урок английского языка. Дети едут, каждый к своему учителю. Пока это еще возможно. Вчера вечером правительство объявило новые меры против коронавируса. Честно скажу, мы думали, что отменит СМС, что все будет хорошо, что все будет супер, что мы сможем передвигаться. Мы очень надеялись. Сегодня первый день каникул школьных, пасхальных. Мы уже снимали видео про школы и рассказывали о том, что в школе каникулы бывают летом 2 месяца, зимние каникулы рождественские и пасхальные 2 недели. И как раз вот этих пасхальных каникул, когда уже тепло, когда уже можно выходить и гулять на море, купаться, загорать, мы очень и очень ждали. И, кстати, не так еще жарко, как летом. Это вот самое классное время. Ну, ждали-ждали, а вчера пришли новости. Новости о том, что ужесточили меры, что у нас третий локдаун на Кипре, что нас всех сажают по домам комендантского часа. И теперь он начинается в 9 вечера и длится до 5 утра. А также у нас только есть одно СМС на выход из дома. Мы должны были поехать в отель, но не поехали. Все отели закрыты по-прежнему для местных жителей. Это невозможно. И мы придумали чуть-чуть другую идею. Мы с вами едем отдыхать. Вот субботние Ларнака. Кстати, хочу сказать, что обычно в это время немного машин, а сегодня как-то прямо вот движение на дорогах. Возможно, из-за того, что теперь все будет закрыто, что люди только последние два дня, суббота, воскресенье, могут что-то себе купить. Потому что все магазины будут закрыты, кроме продовольственных. Обычно у нас... Мамы продовольственные, это Лидл, да? Ну, да, супермаркеты, например, там Лидл, Альфа-Мега, Метро, это будет работать, аптеки будут работать. А вот одежду уже купить нельзя, чайник себе купить нельзя, и спортивные товары уже тоже будут закрыты. В Лидле чайники есть. Несмотря на то, что в Лидле чайники продают, иногда этот отдел во время локдауна закрывается, и чайник купить уже невозможно. Вот в чем фишка, опять же, таки, мне непонятно, почему чайник это опасно. Но мы, несмотря на все ограничительные меры, мы все равно поедем отдыхать. Сегодня, в первый день каникул, мы превращаемся в туристов, и едем по такому виду отдыху, который нам сейчас доступен. А что нам сейчас, дети, доступно? Вилла. Вилла, да, мы снимаем виллу в Протарасе, и на все каникулы постараемся, ну, посмотрим по обстоятельствам, по погоде. И мы поедем на все каникулы... На виллу. На виллу в Протарасе. И, дорогие друзья, те туристы, которые бы хотели приехать на Кипр, мы вам покажем, что можно отдыхать здесь, на Кипре, даже с этими ограничениями. Смотрите, подписывайтесь, мы будем все снимать, все выкладывать. Дети, назовите плюсы виллы и отеля. Бассейн вилла. Личный бассейн. Личный бассейн на вилле. Так, плюс вилле. Огромный двухэтажный бассейн. Огромный двухэтажный бассейн. Огромный бассейн. Ну, отели в четыре этажа, может быть? Да, надо быть на комнату. А тут лишь тысяча. Окей, то есть больше вашего личного пространства. Дальше. Не надо делить территорию. Ну да, ни с кем не надо делить территорию. Мы делаем, что хотим. Хотим, прыгаем в бассейн, хотим, сжимим. А в отеле продавать? Возьмем надувашки. Помните челлендж мы снимали про бассейн от и лава? Возьмем все надувашки, надуваем, будем прыгать в бассейн с кучей надувашек. Так, еще какие плюсы? Ну, вот для меня, например, в отеле плюс по сравнению с виллой, потому что нужно готовить на вилле. Зато домашняя еда полезная, между прочим. Ребят, лучше заказать с Фудди или Волта. Ну да, как вариант, можно заказать с Фудди или Волта. Да, согласна. Так, ладно, будем готовить тогда полезные салаты, есть фрукты и заказывать с Фудди или Волта. Уговорили. Все вместе. И все-таки остается одно сообщение в день. И на это сообщение мы будем ездить на пляж. Мы будем купаться в море 3 часа. Море от нас будет буквально 2 минуты. Поэтому на дорогу время уходить не будет вообще. 500 метров от дома же можно и гулять. Да, и 500 метров от дома мы можем гулять без смс. Поэтому мы будем кататься на роликах, на скейтах, гулять. Там небольшой парк есть. И мы будем ездить по этому одному смс на море. А продукты мы будем заказывать с метропом, есть доставка. Ну, уточним. Ну, в конце концов, например, папу попросим съездить за продуктами. А сами поедем на море. Детям пока, пока на данный момент, детям до 12 лет не обязательно тесты сдавать. И не нужно ходить в маске, и не нужно отправлять смс. Смс должны отправлять только взрослые люди. Вот мы с папой, например, едем на пляж. И с моего номера и с его номера каждый должен для себя сам отправить смс-сообщение на выход из дома. Друзья, сразу скажу, что вчера, когда новые меры объявили, я попыталась дозвониться на государственную линию, на горячую линию, которая отвечает на вопросы по КАВИДу. И мне сказали, что для туристов все пока то же самое, и новых изменений нет. Что сегодня суббота, суббота-воскресенье линия не работает. Буду звонить, возможно, появятся какие-то новые меры. Может быть, для туристов как-то будет облегчение передвижения. Посмотрим. Буду звонить и, конечно, оперативно отражать информацию на канале. Отвезли Аринку на занятия. Сейчас еще у Андрея до английского есть полчаса. И пойду его накормлю, потому что иначе он съест просто меня. Пришли в любимое наше кафе. Как я уже говорила, есть буквально полчаса. Андрей сейчас позавтракает, потому что мы утром не успели. Все, бегом-бегом. И, честно сказать, так как мы запланировали наш отдых на вилле, то мы собирали вещи. Я легла почти в 3 часа ночи. И мы собирали вещи, чтобы ничего не забыть на виллу с собой. Вот такие вкусняшки есть у Андрюши. Покажи, пожалуйста. Это что? Это панкейки, блины с клубникой, шоколадом, печеньем и мороженым. Говорю сразу, мы не едим так каждые выходные, но изредка вот нас дети балуются. Уже с понедельника все кафе, бары, рестораны будут опять работать только на доставку, на delivery или на takeaway взять с собой. Еще я бы хотела ответить на некоторые вопросы, которые мне задают подписчики. Первый вопрос. Я не работаю в туризме и я, к сожалению, не могу посоветовать вам какие-то определенные отели, которые соответствуют вашим требованиям. Сама отели покупаю на букинге, сайт букинг. Там всегда есть отзывы, почитать фотографии. Чем я могу помочь? Если вы выбрали какой-то отель и хотите более детально его рассмотреть, задать вопросы, я могу съездить в этот отель, снять обзорное видео, что вокруг, что снаружи, что я увижу. Я могу дать рекомендации только если я в этом отеле лично останавливалась. В отелях Айнапа и Протараса, например, мы никогда не останавливались. Мы всегда приезжали на один день, потому что нас дорога от Ларнаки до Айнапы занимает реально 20-30 минут. Следующий вопрос. Когда это все закончится, почему люди не идут на забастовки? Не знаем, когда это все закончится. Очень надоело, но русскоговорящее население организовывать забастовки, я думаю, не будет. Мы здесь находимся, в чужой стране. Хотя нас, например, довели тоже до такого состояния уже, что да, хочется пойти. То есть, если кто-то организует, я пойду. Местные жители, они имеют немножко другой менталитет. Это не принято в их культуре ходить на забастовки, устраивать забастовки. Хотя, я вам скажу, что были забастовки, устраивали, никаких плодов это не принесло. Ходили, митинговали, требовали, писали в газету. Я знаю очень большое количество кипрётов, которые ходили постоянно на прием к президенту и жаловались. И министерства различные не приносят никаких плодов, к сожалению. Хотя, вот школы, например, дети у нас в гимназиях, это 7, 8, 9 класс, они не учились 4 месяца. То есть, учились удаленно. Не посещали школу. И родители вместе с министерством образования добились того, чтобы гимназии открыли. Какая сейчас реальность у нас на Кипре, я не знаю. У меня из знакомых болеет один человек. Два. Два человека болеют, сидят дома. Сейчас говорят, что очень большое количество заболевших. Да, согласна. Но дело в том, что надо учитывать то, что тестов безумное количество в день делают тестов. В тот день, когда нам объявили, что 900 заболевших, было сделано около 50 с чем-то тысяч тестов. Для сравнения, в Греции делают тестов намного меньше, соответственно, и заболевших меньше. Но там получается 4% заболевших от тестируемых, а у нас 1%. Ну, в общем, судите сами. В деле проблема на Кипре заключается в том, что возможности больниц и врачей ограничены. Что есть только 300 коек мест для больных коронавирусом. За полтора года, честно скажу, мое мнение, я не понимаю, почему это число не увеличилось. Если бы я была сейчас туристом, я не знаю, полетела бы я или нет. Ужасно давят вот все эти ограничения. Но, с другой стороны, если бы, наверное, я жила в Санкт-Петербурге, сейчас как раньше, в холодную зиму пережила, то мне бы очень хотелось полететь на солнышко, погреться, покушать вкусной еды. И вот, наверное, тогда бы я выбрала этот вариант с виллой, как мы едем отдыхать сегодня. И да, нам повезло, сейчас мы побудем в роли туристов. На Кипре мы увидим море, потому что я скажу вам, что то, что мы живем на море, это не значит, что мы купаемся в море и видим море каждый день. Абсолютно нет. У нас точно такие же будни, как и у вас. Занятия, школа, магазины, готовка, уборка, в общем, все те же будни, что у меня были и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И здесь мы можем видеть море и путешествовать по острову только лишь в выходные дни или в каникулы. Поэтому мы очень рады, что каникулы начались. Расскажу вам, что вчера, когда объявили новые меры против коронавируса, объявили новый локдаун, все были в шоке, и я тоже, и я была в таком ужасном совершенном состоянии. Ну и поэтому видео снимать сразу не стала. Не хочу, чтобы на канале у меня был какой-то негатив. Сегодня утром проснулось, солнце светит, кофе вкусный, и ничего, ничего. Значит, мы поедем на виллу, мы будем купаться в бассейне, загорать. Мы будем раз в день выходить на 3 часа на море, и все будет классно. В общем, будем следить за новостями, регулярно сообщать их на канале. Пожалуйста, пишите ваши вопросы, я стараюсь ответить всем. Единственное, что, например, в Инстаграме я не всегда вижу и не всегда вовремя могу ответить, потому что Инстаграм у меня ведут дети. Здесь на канале многие подписчики уже заметили, что я отвечаю очень и очень быстро. Стараюсь в этот же день ответить. Если вдруг я не ответила на ваш вопрос, а вам очень важно получить ответ, пожалуйста, продублируйте всякое. Может быть, существует человеческий фактор. Я могла просто его не заметить, пропустить или забыть ответить. Ставьте, пожалуйста, лайки, чтобы поддержать нас. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока-пока, до новых встреч на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok